Всем привет, меня зовут по-прежнему Вова Гура, а вы смотрите новое рандомное видео на канале НСН Студия. Вы у меня спросите по названию, почему видео называется «Как выиграть в конкурсах ВК». Потому что на моем канале уже есть видео на такую тему, где я рассказываю о своих победах в конкурсах и делюсь с вами своими навыками и помогаю вам выиграть тоже в конкурсах. А я вам отвечу, потому что прошлое видео набрало уже больше 7000 просмотров, ссылка на него еще в описании под этим видео. Так что переходите, смотрите. И к тому же этому видео уже больше года. И я решил поделиться своими новыми победами. Как видите, у меня много разных призов. Это все, что я выиграл за год в различных конкурсах ВКонтакте. Сейчас я вам все по полочкам объясню и расскажу, как же выиграть в конкурсах. Поехали! В ВКонтакте есть несколько правил для участия в конкурсах, для побед. Первый – это самый, как по мне, самый невезучий конкурс, в котором очень маленький шанс выиграть какой-либо приз. Это сделать репост и поставить лайк, вступить в группу. Здесь, мне кажется, вообще шансов почти нет на победу. Но и все же я выиграл в подобных условиях. Но бывают такие конкурсы, где тебе нужно саму потрудиться, что-нибудь поделать для того, чтобы выиграть. К примеру, в кинотеатре Планета Кино в Сите кинотеатров по Украине проходил конкурс на вот такую замечательную машинку, которая приехала из компании Universal, которая находится в США. И правила конкурса были следующие. Тебе нужно было написать рецензию на фильм «Мир юрского периода», загрузить ее с хэштегом у себя на странице ВКонтакте, и потом сами администраторы выберут 5 победителей, которые полусят по этой машинке. Я написал рецензию, и из многих сотен людей выбрали 5 победителей, и в этом числе оказался я. Вообще, если ты житель Украины, и в твоем городе есть кинотеатр Сети Планеты Кино, или просто зал IMAX, как в моем случае, то тогда тебе нужно вступить в эту группу. Кстати, ссылки на все места, где я выиграл, есть в описании под этим видео. Кстати, если вам интересно почитать мою рецензию, то вот моя рецензия, вот на экране. Делайте стоп-кадр и читайте ее. Вообще, в Сите кинотеатра Планета Кино есть очень много разных конкурсов, розыгрышей. Они разыграют очень много, к примеру, каждую неделю разыграют билеты в кино, постеры, есть акция «Постер за репост». Ты делаешь репост записи, отправляешь свое участие в форме Google, и в течение двух суток тебе присылают код. С этим кодом ты идешь в кинотеатр, говоришь код промоутеру, и тебе дают любой плакат, который есть в наличии какому-нибудь фильму. Лично я очень люблю получать плакаты в Планета Кино, но также я хожу в другие кинотеатры, в некоторых кинотеатрах я вообще работаю и получаю плакаты. Постоянно. Ну, в общем, не об этом. Теперь следующее. Как выиграть билеты в кино? Я выиграл пару билетов в кино от кинотеатра «Бумер», он также находится в Киеве. Там проходил не банальный конкурс «Репост, лайк, вступить в группу», а там проходил конкурс уже на «Твой талант». Правило конкурса. Нужно было нарисовать рисунок, на котором было бы изображено «Я люблю Бумер», и выгрузить этот рисунок в группу. Потом администрация опять-таки выбирает лучшие рисунки и награждает авторов билетами в кино на мир юрского периода, потому что это был конкурс, посвящен этому фильму. А вот мой победный рисунок, с которым я занял первое место. А вообще у меня есть очень много бесплатных билетов от кинотеатра «Бумер», которые я либо выиграл, либо получал за активность. В общем, вот эти все билеты, это бесплатные билеты, на которые я ходил в кинотеатр «Бумер». Также в прошлом году, когда выходил фильм, главный ролик, который была Анжелина Джоли, называется «Малефисента диснеевский фильм», был конкурс. Там разыгрывались разные сувениры к этому фильму, и один из таких сувениров была термокружка, тоже из Америки, на которой было написано «Малефисента». В общем, мне так захотелось ту кружку, что я был ее готов получить любой ценой. Конкурс был банальный, репост, цупить и лайк не занял призовых мест, поэтому все, что мне пришлось, это написать победителю. Я предложил, можно ли у вас как-то выкупить эту кружечку, и, в общем, она поинтересовалась, зачем она мне, я рассказал, что это моя любимая актриса, мне понравился фильм, и я хочу эту кружку. И она согласилась, сказала, приноси мне шоколадку, и я тебе отдам. Я купил большую коробку конфет, к сожалению, кружка получилась не очень хорошей, видите, вот. В общем, кружка саморазбирающаяся, вот. Не ожидал я, что будет такое качество, но, опять-таки, кружка с названием «Малефисента», поэтому я счастлив, у меня есть атрибутика к этому фильму с моей любимой актрисой. Вывод из моей истории, даже если ты не выиграл, но ты очень-очень хочешь этот приз, свяжись с победителем, напиши свою историю, причину, почему тебе важен этот подарок, и, возможно, победитель согласится тебе его отдать, продать или обменять. В общем, всё в жизни возможно, главное, стремиться к своей мечте, и ты её обязательно получишь. Поэтому ссылка на неё тоже в описании, проходите и участвуйте в конкурсе, потому что выиграть в этом кинотеатре очень большая вероятность. Интернет-магазин WorldHupperShop совместно с группой Mumford & Son в ВКонтакте проводили конкурс «Делай репост, лайк и вступи в две группы», и у тебя будет шанс выиграть один из трёх чехлов на пятый iPhone 5S и 4S. Я поучаствовал в конкурсе. Для меня Mumford & Son это на данный момент самая любимая группа исполнителей. Я очень люблю их песни, особенно их последний альбом «Болив». Я совсем не верил в то, что смогу выиграть. Это мой конверт, который я получил спустя три недели после моей победы. Всё красиво упаковано, вот в таком чехле находится моя накладка на пятый iPhone. А как вы знаете, я 7 месяцев назад продал свой пятый iPhone, и теперь у меня нету iPhone, но его надо было продать, потому что я его сломал. Там полетела материнская плата, и её починить было почти невозможно. Она стоила бы около 80% от цены нового, поэтому было проще продать и купить новый. И вот как выглядит эта накладка. Она сделана полностью из натурального дерева. Изображён рисунок Mumford & Son, также надпись. Когда я участвовал в этом конкурсе, у меня ещё был iPhone, и я очень был бы рад выиграть этот чехол и наклеить его на телефон. Но, к сожалению, за эти три недели, когда мне его доставляли, мне пришлось его продать. Вообще, очень доволен этой компанией, они делают реально качественные продукты. И если тебе хочется какую-нибудь накладку на телефон, также у них есть деревянные бабочки, кольца, как мужские, так и женские. В общем, у них много есть всего, также головы оленей из дерева. У них обширный магазин, поэтому ссылка есть в описании под этим видео. Переходите, возможно, что-нибудь найдёте для себя. Они находятся в России, в Омске, но у них действует доставка как в Украину, Беларусь и ещё в какие-то страны СНГ. Также для всех жителей Украины существует сайт, называется Кинобокс. Там разыграются призы, то есть билеты и сувениры в кино. Каждые 4 часа ты заходишь на их сайт, появляются 10 картинок и 4 названия каждой картинки. Это название фильмов, а картинка это кадр из фильма. И ты должен угадать, какому фильму принадлежит эта картинка. За каждый правильный ответ ты получаешь 1 балл. Потом, когда у тебя собирается много-много баллов, ты можешь их обменивать на бесплатные билеты в кино, либо же на сувениры. Существует одно поле. Например, ты житель Киева, да, выходит фильм, скажем, «Миссия невыполнима». И есть там 100 ячеек. В этих 100 ячейках существует 2 ячейки, в которых спрятаны билеты на фильм «Миссия невыполнима». Ты просто тыкаешь на ячейку, там стоимость одного открытия, там, к примеру, 15 баллов, а 1 балл это 1 угаданный фильм. То есть ты кликаешь на ячейку, и там пишут «Ура, вы выиграли билет». Потом ты авторизируешься на сайте, платишь 10 гривен, и потом ты можешь получить этот приз и пойти с бесплатным билетом в кино посмотреть фильм всего за 10 гривен. Как по мне, это нормально, потому что здесь уже зависит не от фортуны и не от богов сайта рандом, а всё зависит от тебя, от твоей интуиции. Я уже выиграл там 3 билета, к сожалению, я на сувениры не участвую, потому что там очень дорого стоит открыть 1 ячейки, и как-то мне кажется, это невыгодно. Вот, а билеты это вообще запросто, они стоят там 15 баллов, к примеру, это вообще... А вы меня спросите, есть ли какая-то альтернатива получить, к примеру, бесплатный билет в кино, либо ещё какой-нибудь приз? Я тебе скажу, да, есть! И вот какая. К примеру, если у тебя есть клубная карта планеты кино, то каждый твой день рождения и 7 дней после этого праздника, ты можешь прийти с этой карточкой, со своим паспортом, подтверждающей, что у тебя был день рождения, и сходить в кино на любой сеанс, на любой фильм, даже на премьеру, совершенно бесплатно, плача всего 1 гривну, и всё, ты идёшь в кино и экономишь при этом гривен так 139. Если в твоём городе нету планеты кино, что делать? Я тебе отвечу. В каждом городе существуют различные кинотеатры. Всё, что тебе нужно. За пару дней до твоего дня рождения, походи по различным сайтам твоих кинотеатров, которые находятся в твоём городе, почитай, какие у них есть акции, специальные предложения для зрителей, и, возможно, там будет написано, что мы дарим билет в день рождения, либо же скидку в этот день рождения тебе на новый билет и на билет для твоих друзей. В Киеве существуют два кинотеатра, которые дарят билеты. Это Одесса кино и кинотеатр Оскар, но не считая ещё планета кино. Этот день рождения, который у меня был два месяца назад, я решил провести, как и прошлый свой день рождения, посещая кинотеатры. Я сходил на фильм «Терминатор» в Аймакс, посетил фильм «Мир дюрского периода» в кинотеатре Оскар, и сходил на комедию «Третий лишний» в Одесса кино. Всё это мне обошлось всего одну гривну, которую заплатил «Планета кино». Остальные билеты были абсолютно бесплатными. И вот так вот кинотеатры поздравили меня с днём рождения и пустили меня бесплатно в свои кинотеатры, чтобы я посмотрел фильмы. Я считаю, это здорово, и не надо нигде участвовать, ты просто можешь раз в год сходить бесплатно и получить множество удовольствия и положительных впечатлений. Ну что, друзья, это все мои призы, которые я выигрывал. На этом я с вами прощаюсь. Проведите хорошо с достоинством в средние дни лета, и хорошего вам поступления 1 сентября. Посмотреть первое видео, как выиграть конкурс в ВКонтакте, вы можете, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Также проходите по всем ссылкам, где я выигрывал все эти призы, вступайте, участвуйте в конкурсах, и будет вам счастье. Также не забудьте зарегистрироваться на официальном сайте канала www.dabit.instudia.ru Там всегда вы найдёте самые новые, свежие новости обо мне и о жизни канала. Также ставь палец вверх и пиши в комментарии своё мнение о таких конкурсах и выиграл ли ты что-нибудь. Всего вам хорошего, увидимся, пока-пока.